Здравствуйте, блин. Лена, что прислала посылку, вас заждала на камеру хавчика. Но с говорением и бездолгой чистки картошки, поэтому я вам тут частично так поснимаю. Вообще-то я хотела сегодня вот этому, тамуру, да переводить главу. А уже почти 10 вечера, и из-за того, что я практически, ну мало было на улице, надеюсь, завтра, если никуда мне не надо, не работать или типа того, то куда-нибудь надо вырваться на свежий воздух, потому что у меня что-то голова уже побаливает. Я еще почитала про этот ваш молочай, там 2000 разных видов, и если хотите им отравиться, точнее, чтобы им отравиться, надо его пожевать, или молочка на себя, в смысле, специально его там порезать, листья специально поотрывать и специально молочку на себя повыдавливать. Но вот на меня периодически попадало молочку, когда листья отламывало, и что-то я вот еще живая, кстати, вообще никак не реагировала на мою кожу это молочко. Но я не к тому, чтобы вам советовать его, типа лопать. Вот у меня тут это. Плиту не покажу, у меня на плиту вчера убежала рыба, поэтому я просто вам покажу как-нибудь этот вот уже процеженный бульон. Да, вон там немножко грязной плиты попало. Умри все живое. Бульон, короче, со свиньей. Свиньем у меня свалилось, кот у меня прям так и воет, и бочует мясо, хотя он вроде как сытый. В следующий ряд буду чистить картошку, если буду снимать что-нибудь, значит, где надо чистить картошку, и буду что-нибудь говорить, пока чищу картошку. И да, Лена, не спать! Тут у меня, типа, пять маленьких таких картошек. Я тут там мылилась делать щи. У меня еще тут яблоко, было два, вот второе тоже сморчилось, которое яблоко должно сожраться было летом. Соседка дала два яблока, короче. И вот что-то они сначала лежали под окном, они такие крепкие были, хорошие, вообще фигна. Видно, что они еще не дозрелые, а тут лежала-лежала, а то поменьше я уже схомячила. Но почему-то по вкусу было, как дыня, арбуз и груша. Что-то такое среднее. Я дыню могу есть только в чистом виде. Вот если аромат дыни, это для меня уже как-то, мне хочется с кем-нибудь поделиться. По доброте душевной. И тут у меня этот, панкреатин. Сейчас я это парирую. Сейчас я даже думаю, может, сегодня надо принять. Раз уж я тут это... Я тут месяц, наверное, что-то ванности не делала ни с чем. Только все душики. Ну и несколько таликов. Раз у меня уже тут даже есть волшебный щепучий шарик для штука. В принципе, мне и пен для вам дофига. То почему бы и нет? Я вообще как-то это... Режу-режу, вдруг поняла, что я как-то странно режу. Ну да ладно, все равно это буду есть я. То есть ему какая разница, как я тарирую. У меня несколько дней не получалось вообще на улице нормально попыть. Вот пока работаешь, там от работы до дома. В смысле от автобуса... От работы до автобуса и дома. От дома до автобуса и работаю. Совсем практически на улице не бываешь. А тут что-то последние несколько дней, да еще голодот такую у нас было. В общем, короче, на улице я почти не была. Сегодня бежала так... Ну, не то что бежала, а быстро шла на почту. Потом с почты шла в этот магазин, хотя делала такой конкретный пульбит, потому что шла еще там в обход. Думала в пятерке денег с карты снять, но там банкомат что-то не порычил. А в другой банкомат я что-то уже не поперла с этими пакетищами. Вот завтра у меня даже повод есть попереться, если ничего с утра не изменится. Мне надо тупо налички, потому что я вызвала этих домофонных мастеров, которые должны как бы в течение четырех, ну, уже в течение трех дней сегодня, в первый день, с четырех, мне перезвонить, договориться, когда они там подъедут, и, возможно, что-то там придется менять и мне, соответственно, их доплачивать. А доплачивать, как обычно, приходится наличкой, потому что, кстати, если звуки такие, у меня тут кот на частично освободившийся холодильник наконец-то запрыгнул, и сейчас, по ходу дела, метится на шкаф, где у меня одна коробочка с чаем по составу такой напоминающий классический монастырский и с чаем, который я вот делала, тетя мне тут звонила, он ей очень понравился по вкусу, я его сама пробовала, вот который сосудоочищающий. Вот он туда все-таки запрыгнул, что-то выискивает. Ну, в общем, короче, эти мастера почему-то только наличку принимают. Я бы там вот пришел с этой какой-нибудь картой, я бы ему даже карто-принимающим аппаратом вай-фай бы даже свой халявный подключила. Ну, в смысле, для него бы он был халявным, пароль бы дала от своего вай-фая. Но я надеюсь, что там все-таки дело не в трубке, потому что ощущение, что вот, ну, когда там делали у соседки одной этот самый домофон, что-то у него там чинили, то мою квартиру просто тупо отключили, потому что, допустим, в нашем подъезде 16 квартир, если, допустим, нажимаешь на 17, ну, на цифру 17, то она бы выдала, что типа такой квартиры тут нет. Ну, или наоборот, в соседнем подъезде нажимаешь там какую-нибудь другую цифру, допустим, первую, она бы тоже сказала, что такой, ну, там бы вышло, что такой квартиры нет. Чуть было не это, не слила с удалой практически. Теперешний пока что-то. Вот у меня тут картошечка. Видно же ее, да? Кайтошечка. А сейчас мы порежем капусту. Я что-то тут подсела, жарила на свином сале себе эту самую капусту. У меня там где-то еще кочерночек есть, и вот еще маленький кочерночек, выращенный на нашем саду. Точнее, в нашем... на нашем огроде, в нашем саду. В огороде у нас ничего в этот раз не росло. Ну, смотрите. Зачем-то понюхала капусту. Ничем вообще, я не знаю, чем она пахнет. Эта капуста. Да, у меня тут этот детский подарок из посылки. Мандарины, возможно, видно по борту Дашкины. Мармеладу в дольках Дашкины еще неделька вчера мармеладу принесла. Принесла только мармеладу. У меня вообще есть что-то столько сладкого. Я еще и думала, что как-то... Ну, короче, в общем, принесла и ладно. Как-то я тоже снова опять непонятно, как режу эту капусту. Хочу сделать немножко более, менее густой щи, потому что я стабильно делаю такие щи густущие, что они у меня идут и на первое, и на второе. Хотя у меня сейчас вроде как нету второго, ничего не сделано. Но мне так понравился рис, я давно его не делала, у меня просто тупо не было этой приправы. Карри. Вот эта приправа индийская карри, кстати, именно что из Индии там. Она какая-то даже вкуснее, чем до этого не была, не помню, какую фирму сто лет назад. Короче говоря, так давно не делала рис карри, что-то мне так понравилось. Еще мне понравилась эта рыбка вареная, ну, просто вареная рыбка приправе карри очень вкусно. Так что мы можем завтра, как говорит Аленка относительно косметических средств, применю это слово относительно еды, я завтра, наверное, повторю себе рисик с карри. Так, надо это стихнуть. доеду этот кусочек, а тот уберу. Может пожарю еще на свинье. ой, что-то как-то это у меня тут все. Вообще, хотела заснять кота, пока он там лазал, но только я сихнула картошку, так он тоже свалился сюда, в смысле обратно след. кусочек капусты. Вот тут у меня замороженная тертая морковка. Не я ее терла, но таки она у меня есть. Удобно очень. Так вот, вот собачу. Ой, хватит, не хватит. Переморковки много не бывает. О, думаю, хватит. Такая ледяная, блин, е-мое. Надо вместе с капустой жрать. Одно морозил, не другое так. Вот тут у меня есть, ну, баночка, конечно, от другого. Тетя делала и мне дала немножко. Тут, короче, помидорки протертые и одна столовая ложка соли. Соль я уже сама ложила, мне было сказано это положить, протрясти, потом положить, по-моему, столовую ложку на кастрюльку, может, две. А посолить я уже не помню, наверное, посолить надо уже, когда оно свалится, и я его попробую, потому что фиг знает, вдруг оно уже пересоленое будет. У меня как-то проблемно с солью, я забываю иногда посолить. Кот куда-то узрал, блин, а я так хотела его снять, пока он там где-то лазал. Носится, блин, безумный совершенно ход какой-то. На какую-то хрен нюхаю еду. В общем, вот оно. вот у меня красная лубка, сейчас ее обесчищу и зафигачу суп. Такое краткое вот руководство по приготовлению журавы. что-то я в этот раз делаю по-человечески, надо все-таки делать по-люльски, по-эльфячи. Не мучится делать по-эльфячи. Блин. Нестандартная какая-то луковица. Да, если кто не знает, у меня есть мыло специальное от Заренки, которым можно мыть лапки, если вы делали что-то с рыбой сырой или фигачили этот самый лук. Может, я, конечно, лишнего тут собачиваю. Мучаю луковицу. Слабонервные не смотрите. Блин. Ни разу мне, что-то давно, точнее, глаз этим запахом этого лука не давало. Вот. Наконец-то я ее чистила. Ух, какая. Листик лаврика сейчас я засобачиваю. Тут, наверное, в зеркале будет ядварь отражаться. Фу, в зеркале, в этом, в окне. Оно сейчас такое, типа зеркальное. Два листика лаврика. Тише. Помаши ручкой, точнее, лапкой людям. Тише. Тише. Так, вот он, этот супчик. Сейчас я его поставлю на газик. Укропа петрушку я засуну потом. Наверное, когда уже завтра кушать буду. Так. Ну да, плита грязная не собиралась как бы сегодня ничего снимать у плиты. Но раз человек как бы возжаждал Лена, не спать. То это как бы да, вот Лена и возжаждала. В общем, наверное, все. Всем типа спасибо и всем типа пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.